Здравствуйте! С вами программа «Территория спорта». Меня зовут Гульнас Филатова. В сегодняшнем выпуске мы вспомним о спортивных событиях минувшего месяца и попробуем постичь азы хореографии под руководством Светланы Кондратьевой. Наша съемочная группа побывала в хореографической школе города Кумертал. В интервью с директором Светланой Кондратьевой мы узнали об отношениях современной молодежи к танцам, сложностях в работе и многом другом и сами смогли поучаствовать в репетиции, убедиться, что занятия танцами ни в чем не уступают спортивным тренировкам. Хореография — это не только танцевальное и развивающее занятие, но и настоящий спорт. Танцы укрепляют мышцы, развивают гибкость, силу и физическую выносливость, а также укрепляют кардиореспираторную и дыхательную системы. Посетив хореографическую школу нашего города, мы сумели убедиться в этом. Раз, два, три, четыре. Девочки, давайте возьмем, берите, вытягиваем себя. Я работаю 25 лет уже в этой только школе. Да, конечно, изменения произошли. Условия стали жестче. Вообще жизненные условия — это первое. Есть второе. Влияет, конечно, то, что сейчас век компьютерных технологий. И поэтому дети какие-то, наверное, более раскованы, ой, вернее, менее раскованы, более зажаты. И, может быть, школа так влияет, что требования такие. По крайней мере, 25 лет назад, даже 20 лет назад, когда у нас был первый выпуск, они более свободные были, более раскованные. Но сейчас дети профессиональные, абсолютно. Могут очень сказать и более серьезно подходят к тому, чем они занимаются. Я совсем маленьким, я не работаю с совсем маленькими детьми. Я начинаю где-то 4-7, ой, 4-5 класс в общей образовательной школе. Никаких. С ними больше позитива, ниже негатива. Во-первых, это пластилин, из которого лепишь. То есть вот берешь с чистого листа все, начинаешь. Это первое. И вот то, что ты слипишь, то и будет. И есть второе. Сложности есть при занятиях с любым возрастом. Со взрослыми это и посещение, если это бытовые сложности. И, естественно, там уже техника сложнее, сложнее программы и так далее. С маленькими свои сложности они берут. Они берут чуть похуже, чем большие. Но с маленькими, я вам могу назвать, больше положительных сторон, нежели отрицательных. Они губки. Они настолько впитывают, им настолько интересно. И перед ними есть старшие, за которыми они тянутся. И вот они пытаются карабкаться. У взрослых уже нет тех, за кем они идут. И у них где-то наступает более такое спокойное танцевание, спокойное отношение к хореографии. А у маленьких они пытаются доцарапаться. В этом отличие. А вообще интересно и с теми, и с другими. Талантливый ребенок. Здесь есть две позиции. Талантливый от природы, то есть то, что дал Бог. То, что дано ему природой. Или талантливый именно в обучении. Может природа дать изумительные данные, шикарнейшие, но ребенок ими не может воспользоваться. То есть он просто ленится. И он не использует то, что он имеет. А может ребенок от природы быть практически не танцующий, дается все с трудом. Нет физических данных, танцевальных данных, музыкальных никаких. И он настолько карабкается, и он выбивается, и становится ах. Вот вы знаете, я даже не могу вам сказать, насколько у нас много там или мало талантливых детей. Вы знаете, то, что они сюда ходят практически ежедневно и впахивают, достойно большого уважения. Поэтому я считаю их талантливыми всех. Танцы, зрелище впечатляющее и очаровывающее. Но то, что на сцене выглядит так эффектно, в процессе подготовки бесконечно тяжелый труд и настоящее испытание для характера. Я, когда заканчивала училище в свое время, я говорила, последнее, кем я буду, это педагогом. То есть у меня было желание танцевать самой, вроде бы была возможность. Но вот свыше так решила, сказали, будешь педагогом. Я настолько благодарна судьбе, что в моей жизни случилась вот эта школа, эти дети и эта работа, изумительно. Нет, нет, ни таланта, ничего нет. Просто это огромное желание, огромная любовь. Это можно так назвать, а не талант. Вы что-то такое? Вы только начали, только шли еще танцы, больше такое. Как вы могли бы пойти? Могла, конечно, могла. То есть у меня не было предопределено, ой, я буду только танцевать. Нет, у меня не было. Я совершенно случайно в хореографию попала. Здесь я занималась, спасибо огромное, Наталье Сергеевне Малышевой. Она была моим педагогом и первым, и до конца она меня научила тому, что я умела. И я просто отдыхала, я сама из города Оренбурга, я просто там отдыхала у бабушки. И был недобор в училище культуры города Оренбурга, Оренбургского области, Оренбургского училища культуры. Все, и мне говорят, иди попробуй. Я попробую. У меня взяли, получилось. Все, больше ничего, случается чисто. Сейчас вот на концертах, которые такие многочисленные проходят, скажите, расскажите о своих эмоциях, что вы вообще чувствуете? Вот когда ребенок идет на экзамен, ваш личный ребенок, вот что вы чувствуете? Я чувствую, что это экзамен мой. И вот как зрители примут детей, и насколько понравятся дети на сцене, вот это моя оценка. Поэтому для меня любой концерт – это всегда экзамен. В принципе, как для любого хореографа. Это больше экзамен для нас, нежели для детей, для участников. Думаете, сейчас максимально вы добились того, чего могли бы в потенциальной сфере в нашем городе? Или есть еще куда стремиться? Как только я начну так думать, так мне нужно будет уйти на пенсию. Все. Занятия хореографии влияют не только на физическое развитие. Они помогают сосредотачиваться, развивают логическое и творческое мышление. Танцы прививают внимательность и дисциплинированность. Наша хореографическая школа – единственная во всей республике, и в ней обучаются более 250 ребят. Благодаря поддержке администрации города хореография развивается с каждым годом, а ее воспитанники постоянно добиваются высоких результатов на различных конкурсах. Ну, первое, могу сказать, это слова благодарности нашим властям, властям нашего города, начиная с 25 лет назад. Я не перестаю говорить, что это Галина Сергеевна Артюшкина. И только она смогла, только, ну, я думаю, вряд ли бы кто-то еще смог в те времена открыть эту школу. Это Петр Миронович Бабылев, Сергей Иванович Афонин и сейчас Борис Владимирович Беляев. Такое отношение к школе. Ну, как вам сказать, во-первых, это очень дорого. Содержать хореографическую школу – это самое, наверное, дорогостоящее из всех школ искусств, которые есть. А отдельно ее содержать, у нас есть очень много башкирии, у нас замечательные хореографические отделения при школах искусств, изумительные педагоги и дети. Но отдельно содержать школу – это дорогое удовольствие. И вот хвала ему, честь, что они содержат, но есть другое. Это плюс города. Состязания работников медицинских учреждений прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». Медработники соревновались в нескольких спортивных категориях. Подъем гири, шахматы, дартс, плавание, броски в кольцо и волейбол. Впервые именно в Кумертал прошла открытая спартакиада медиков за Уралией и Юго-Республики. Как спортивное мероприятие она зародилась в Сибае 14 лет назад. На тот момент соревнования проводились между двумя ЦКБ – Акьярской и Сибайской. Сегодня в спартакиаде приняли участие 13 команд – 206 спортсменов городов и районов Башкортостана. Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный». Конечно, сплачивает коллективы еще. Очень все так позитивно проходит. Хорошее настроение, ребята все приехали. Общение между городами тоже полезное. Сутки почти здесь люди проведут, пообщаются. Каким-то неформальным опытом, может быть, обменяемся. Завяжут какие-то дружеские связи позитивные, полезные. Я думаю, что это нужно все делать. Для людей, для наших медиков это надо. Ну и здоровье – это важно. Здоровый дух, спорт – это хорошо. Мы должны победить. Нам стены помогают. Борис Владимирович тут с нами болеет. Горожане пришли, наши медики здесь болеют. Нам нельзя проигрывать. Участников спартакиады поприветствовал глава администрации, пожелав всем удачи и отметив, насколько важны подобные мероприятия для медицинских учреждений. Медработники должны были состязаться в нескольких спортивных категориях. Подъем гири, шахматы, дартс, плавание, броски в кольцо и волейбол. Готовились каждый день. Тренировка приходили, да, две недели регулярно ходили. Настроены на победу, конечно. Общение с коллегами, новые знакомства, активный вид спорта – это всегда хорошо. Развивать надо такие мероприятия, считаю. Приехали, нас сразу повезли есть. Накормили, напоили, отправили играть. Вот сидим, ждем свою игру. Сборные команд были разбиты на группы для участия во всех спортивных категориях. Главный врач нашей Кумертаусской больницы Олег Астахов сумел занять призовое место в отдельной дисциплине. Руководители республиканских больниц также сумели подать положительный пример участникам и гостям мероприятия и продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Главврачи броски в кольцо баскетбольного мяча. Я за ним третье место. Мы уже заканчиваем. Медики должны быть примером в ведении здорового образа жизни, в спорте. Потому что здравоохранение, медицина – это всегда идет впереди. Поэтому так. В организации «Спартакиады» также принял участие профсоюз работников здравоохранения Республики Башкортостан. Председатель Павел Зырянов соревновался вместе с другими руководителями и медработниками в дисциплине «Бросок мяча в кольцо». Сейчас как? Люди и алкоголь там злоупотребляют, и курят, и что это. Потом приходят и говорят, сделайте меня здоровым за пять минут. Но так не бывает. Так не бывает. Надо именно людей приучать к здоровому образу жизни. Для этого надо создавать условия. Вот у вас в городе они есть. Одновременно с волейболом в другом зале комплекса проводились соревнования по плаванию на дистанции 50 метров. По итогам третье место заняла команда пловцов из Бурзианской ЦРБ. Второе – наша Кумертауская больница. И первое справедливо завоевали медработники РКБ имени Куватова. Условия очень хорошие. Нравится, как и встретили. И бассейн сам. Как бы оставляет хорошее впечатление после плавания. Вода теплая, и судьи. В общем, мне все понравилось. Наиболее эмоциональными и зрелищными для всех участников и присутствующих стали соревнования по волейболу. Победила команда РКБ имени Куватова. Второе и третье место у команд Обзелиловского района и города Баймак. По общекомандным результатам места распределились несколько иначе. Первое место у сборной РКБ имени Куватова. Второе – у Аскаровской больницы. И третье место больницы города Кумертау благородно уступило больнице города Сибай. Тактическая игра на местности стала кульминационным моментом окружного финала военно-спортивной игры «Зорница». Команды участвовали в полных составах и должны были преодолеть четыре этапа протяженностью в один километр. В этот же день после перерыва на обед и отдых ребята приняли участие в заключительном этапе – спортивное ориентирование. В Центре детского творчества прошла церемония закрытия игры. После этого тяжелого испытания ребят ждет еще более сложный. Впереди минное поле мы отправляемся туда. По пути на минное поле мы попали в зону заражения. Ребят, что-то тяжелое испытание – газы. Газы, газы, газы. Ушли. Два осталось. Бежим до конуса, до конуса бежим. До конуса бежим. После преодоления зараженного участка команда должна была уложить противогазы в сумки, одновременно передвигаясь к очередному рубежу минному полю. Пересечь его участники должны были строго по проходам, двигаясь по одному цепочкой за сапером с металлоискателем. В это время судьи соревнований имитировали взрывы мин, запуская в воздух ракеты. После прохождения минного поля отделение выходило на рубеж атаки, развернувшись в цепь по фронту на расстоянии между участниками в 5-7 метров. Зорница является военно-спортивной игрой. Сейчас на этом промежуточном этапе ребята должны пройти 150 метров пробежками по одному и по-пластунски атаковать противника. На исходном рубеже команды подготавливались для атаки, в положении изготовки для стрельбы лёжа. По приказу командира отделение на рубеж 50 метров короткими перебежками по одному вперёд, участники должны были скрытно приблизиться к противнику. Судьи на данном этапе строго отслеживали правильность выполнения заданий. Во время остановки после перебежки участник должен отползти в сторону и использовать естественное укрытие, изготовиться для ведения огня. Голова или тело при переползании не могут подниматься от земли. По следующему приказу командира отделение бегом преодолевает последние 50 метров этапа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На последнем рубеже к команде присоединились девушки. Они оказывали первую медицинскую помощь, перевязывали двух участников. Одному с ранением верхних конечностей, другому с ранением ног и наложением шины на них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обстановки достаточно весело, на оптимизме. Команды молодцы, они так дружно все у них слажены. Действия слажены, но ошибки существуют. Основная ошибка очень торопится. А, соответственно, когда торопится, уже начинается не очень качественное выполнение. То есть, ну, некоторых элементов. В принципе, все в пределах правил. Но есть замечания. Делайте спокойно и правильно. После наложения повязок раненым участники команды должны были транспортировать его к месту сбора. По правилам, любым способом, не влекущим осложнение его положения. Время в соревновании определялось по последнему человеку в команде, пересекшему линию финиша. За каждую ошибку участники штрафовались 30 секундами к общему времени. Так, команда финишировала. Все собираем и на базу сюда вниз спускаемся. На игре присутствовали и поддерживали конкурсантов участники Зорницы, проходившие в советское время. По их словам, в прошлом соревновании были прежде всего направлены на военную подготовку начального уровня для школьников. Самое сложное, как раз бег по пересеченной местности был. Когда мы бегали, там какие-то были эти, брали там укрепления какие-нибудь. Типа такого. Ну, как вот сейчас они, с автоматом мы не пользовались, конечно. Попроще было. Проще. А так вот, в принципе, похоже. То есть соревнования похожие такие же. В этом же районе тоже проходили. Это давно было уже. В этот же день, после перерыва на обед и отдых, ребята приняли участие в заключительном конкурсном этапе «Спортивное ориентирование». Все команды были собраны на инструктаж. Перед стартом участникам вручали карты с отмеченными на них контрольными точками. К руке каждого конкурсанта прикреплялась таблица ориентиров для движения по азимутам. Стартовали ребята с интервалом в одну минуту. Нужно именно в том направлении, как карты обозначены, контрольные пункты, и в той последовательности их надо отмечаться, и нельзя нарушать вот эту последовательность. Это первое. И второе, ну, обращать внимание на самостоятельную работу. То есть на дистанции не поддаваться эмоциям и за другими участниками. Не надо бежать, надо самому определиться. Потому что вот это важнее, ну, важным моментом является. Общая протяженность маршрутов для юношей составила 5 километров, 15 контрольных точек, в которых они должны были отметиться, и 3,5 километра для девушек с 12 пунктами маршрута. Ориентировщику необходимо обладать хорошими физическими данными, знать топографию, уметь правильно и уверенно читать карту и быстро определяться с движением по незнакомой местности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед стартом участник получал магнитный чип, заранее зарегистрированный в специальной компьютерной программе. С помощью этого устройства он отмечался на всех точках маршрута, начиная со стартовой. Таким образом устанавливалось точное время прибытия каждого конкурсанта на все пункты. Для более удобного ориентирования на контрольных точках были установлены ярко-оранжевые призмы. На финише участники также должны были отметиться магнитным чипом. Это интересно, бежишь по карте, ориентируешься, как искать клад. Мне было весело, интересно, когда уже прибежала на финише, уже радовалась за себя, что так быстро, не ожидала. Когда я стартовала, немного был страх, потому что боялась потеряться. После завершения последнего этапа судьи соревнований удалились для подсчета итоговых результатов, а участники в Центр детского творчества, где прошла церемония закрытия игры «Зорница». Организаторы мероприятия подготовили для ребят презентацию из фотографий, которые делались с первого дня соревнований и до последнего. Конкурсанты вспомнили все самые интересные моменты игры, увидели себя и своих друзей по команде на всех этапах состязания. Фотографы сумели запечатлеть множество забавных кадров, вызвавших у ребят неподдельные эмоции. Церемонию награждения открыли творческие коллективы с музыкальными номерами. Для поздравления и вручения наград участникам на сцену были приглашены организаторы и судьи игры. Громче поддерживаем, ребята! Радуемся друг на друга! Своими выступлениями ребятам подняли настроение также музыкально-спортивные коллективы. Награждались не только команды. Несмотря на то, что кумертауские ребята чаще других занимали первое общекомандное место, в личных первенствах отличились и участники из других городов. Отличных стрелков воспиталась Терлитамакская школа, как юношей, так и девушек, оказавшимися самыми меткими. В дисциплине обитания гранат высокие результаты показали ребята из города Милюз. В прохождении полосы препятствий и в тактической игре лучшими стали участники из Терлитамака. Самыми быстрыми и профессиональными топографами показали себя конкурсанты из Салавата. Для награждения финалистов игры на сцену была приглашена заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Во-первых, я хотела бы всех вас поздравить с тем, что вы все успешно и достойно прошли эти три дня. Настоящий курс молодого бойца. Маленькая армия для вас сегодня заканчивается. Я вас всех поздравляю с этим и хочу сказать, что к суровым вот таким испытаниям прибавились еще и непростые погодные условия, поэтому испытания получились настоящими. Верхним почетным местом поздравляем город Кумертау! Молодцы ребята! Еще нас всех поздравляем! Молодцы, аплодисменты команды! Все ребята, которые приняли участие в игре «Зарница», показали хорошую физическую и военную подготовку. За три конкурсных дня они получили множество впечатлений, полезной информации и опыта. По-настоящему сплотились в командах. Мы не заняли призовое место, к сожалению, но мы сделали все, что смогли. Мы очень старались. Мы выиграли в номинациях. У нас было много грамот, много медалей. Вам наше не победа, а участие. Я очень рада за свою победу. Мы молодцы, мы старались. Мне понравилось больше спортивное ориентирование. Я стала очень внимательной в этом конкурсе. Тоже заняли место. Мы умницы, мы молодцы. Спасибо. Несмотря на сложность завершающего этапа игры, погодные условия и множество тяжелых испытаний, ребята смогли порадоваться победам. В завершении церемонии награждения участники собрались на сцене для того, чтобы сфотографироваться всем вместе. Думаю, что мы молодцы. Заняли хорошие места. Очень много их. И даже личным первенствам, и командным. Из последних сил старались. На тактической игре самих себя превзошли, я думаю. Очень сильно устали отдыхать. Пошли. Пришли сюда. Получили первое место. Довольны теперь. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» прошел турнир по греко-римской борьбе. Он был учрежден героем Советского Союза Николаем Тимофеевичем Антошкиным. Он прибыл в наш город, чтобы лично посмотреть на успехи ребят. Более 150 спортсменов приехали на соревнования из городов Башкортостана. И младшие, и старшие группы показали азартную, напряженную борьбу и самоотверженную волю к победе. Награды получили ветераны спорта и тренеры. Кумертауские спортсмены выступили достойно. В копилке наших борцов в различных весовых категориях 13 наград. Это 5 бронзовых медалей, 2 серебряные и 6 золотых. Все победители и призеры получили грамотные медали и ценные призы. В конце апреля военно-патриотический клуб «Гефест» отправился в Волгоград для участия в конкурсе Приволжского федерального округа «Победа» и занял третье место в номинации «Лучший военно-патриотический клуб». В городе Киров прошло награждение команд. Руководителю Александру Лапшину вручили кубок, а ребятам оплатили поездку в Волгоград на День Победы. В городе Есентуки с 20 апреля по 10 мая прошли учебно-тренировочные сборы молодежной сборной России по парашютному спорту. Кумерталский студент Тимур Хамитов занял на них третье место и стал серебряным призером по точности приземления. Кумерталский кикбоксер Роман Суняев в составе сборной Башкортостана победил в чемпионате России. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Роман выступал в весовой категории до 54 килограмм и одержал победу в трех боях подряд. Воспитанник Кумерталской детско-юношеской спортивной школы Александр Чагодаев завоевал бронзовую медаль среди юношей 2001 года рождения на первенстве России по греко-римской борьбе. Состязания прошли в городе Владимир. В них приняли участие 400 борцов из 35 субъектов России. С 19 по 22 мая в Кумертал проходили чемпионат и первенство Республики Башкортостан по пауэрлифтингу. Более 180 спортсменов из городов и районов Республики соревновались за первые места. Сборная нашего города выступила очень успешно. В ее составе за первенство боролись команды клубов «Гефест», «Сила» и спортивных комплексов «Юбилейный» и «Прометей». Наши юноши заняли первое место в общекомандном зачете и по итогам соревнований в своих весовых категориях первые места заняли Залина Мулагильдина, Екатерина Герасимова, Константин Семенов, Александр Запольский, Анвар Искандаров, Рустам Боязитов. Спортивный клуб «Сила» обзавелся новыми современными тренажерами. По инициативе главы администрации были выделены средства для приобретения спортивного инвентаря. Закуплены силовые, вело- и кардиотренажеры, беговые дорожки. Это была программа «Территория спорта» – архив программы в сообществе «Арис» телевидения «Кумертал». До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова